Hi, it's Natalie. И в этом видео мы будем учиться писать эссе для ЕГЭ по-английскому. Я вам предложу план и вы можете использовать его для написания любого эссе и даже если ваш уровень pre-intermediate. Pre-intermediate – это минимальный уровень для сдачи ЕГЭ. Во-первых, поговорим о требованиях. Объем вашего эссе должен составлять от 200 до 250 слов. При этом допускается вариация в плюс или минус 10%. Но я вам очень рекомендую ориентироваться именно на установленный объем в 200-250 слов. Если ваше эссе будет меньше, чем 200 слов, ваше эссе проверяться не будет и вы получите ноль за это задание. А если больше, то ваше эссе будет обрублено на 250-ом слове и проверяться будет только это. За эссе вы можете получить максимальных 14 баллов. Многие студенты боятся писать эссе и решают его не писать на экзамене, так как считают, что это не имеет смысла из-за того, что у них низкий уровень. Но даже с уровнем pre-intermediate вы вполне можете рассчитывать на 10 баллов из 14. При написании эссе вы должны следовать плану. Этот план состоит из 5 частей. Каждая часть – это отдельный параграф. Соответственно, в вашем эссе будет 5 отдельных параграфов. Вот этот план. Итак, пойдем по этому плану по порядку и детально разберем, что нам нужно писать в каждом пункте. Для примера возьмем такую тему. Following fashion trends is very important. Итак, первый параграф – это вступление. Здесь мы должны, во-первых, перефразировать проблему и, во-вторых, показать, что существуют две противоположные точки зрения. Чтобы перефразировать проблему, используйте любое из этих предложений. Для нашей темы подойдет любое из этих предложений. Например, возьмем первое. Nowadays most people pay a lot of attention to fashion. Мы можем взять второе предложение. Most people today spend a lot of time and money trying to look fashionable. Но я считаю, что для нашего эссе самым удачным будет четвертое предложение. Его мы и возьмем. И так у нас получается. Итак, мы перефразировали нашу проблему, а теперь нам надо показать, что существуют две разные точки зрения. И для этого мы будем использовать вот такую фразу. Итак, первый параграф у нас написан. Здесь у нас получилось 36 слов. А теперь переходим ко второму параграфу. Во втором параграфе вам надо выразить вашу точку зрения и дать два или три аргумента в пользу вашей точки зрения. Выглядеть это будет так. Сначала вы пишете in my opinion и выражаете вашу точку зрения. Затем firstly даете первый аргумент. Secondly даете второй аргумент в защиту вашей точки зрения. И finally это для третьего аргумента, если вы решили дать три аргумента. Итак, вот что у нас получилось. In my opinion, people nowadays care too much about fashion. Firstly, fashion trends come and go very fast, so it takes a lot of time and money to keep up with the latest trends. Secondly, it's much more challenging and therefore attractive if a person can develop his own style rather than blindly copy someone else's ideas. Вы можете использовать более сложные фразы, если у вас высокий уровень, или более простые, если у вас не очень высокий уровень английского. За использование очень простого языка у вас снимут баллы, но немного. Если вы используете правильную грамматику, ваше высказывание логично, тема раскрыта пусть и простыми фразами, вы вполне можете рассчитывать на 10 баллов. Теперь мы переходим к третьему параграфу. Здесь вам нужно выразить другую точку зрения и дать один или два аргумента в его пользу. Мы используем следующие фразы. Итак, вот что у нас получилось. В четвертом параграфе вы должны объяснить, почему вы не согласны с точкой зрения, которая была выражена в третьем параграфе. Если в третьем параграфе вы использовали один аргумент, то в четвертом используйте также один контраргумент. Если в третьем было два аргумента, то в четвертом будет два контраргумента соответственно. Я предлагаю использовать следующие фразы. Сначала пишем Personally, I do not agree with the above opinion. Затем, чтобы дать ваш первый контраргумент, пишем I am convinced that. И добавляем ваш первый контраргумент. Если у вас есть второй контраргумент, добавляем его после слова moreover. И вот что у нас получилось. Personally, I do not agree with the above opinion. I am convinced that a person's success in life depends on his or her personality and on how intelligent, motivated and hardworking this person is. Пятый параграф – это заключение. Здесь вы еще раз формулируете свою точку зрения. Используйте эту фразу. In conclusion, I believe that… Итак, наше заключение. In conclusion, I believe that people should stop paying so much attention to fashion and should concentrate on developing their personal qualities. This way they will save a lot of time and money and will be more successful in life. Самый лучший способ научиться писать эссе – это читать очень много разных эссе на разные темы. Эти эссе вы можете найти в интернете или купить книгу. Читайте эти эссе и выписывайте полезные фразы. Таким образом вы будете расширять свой словарный запас. Затем тренируйтесь писать эссе самостоятельно, используя те полезные фразы, которые вы выписали. Сложно написать только первые три эссе. Затем вам будет становиться все проще и проще, и вы даже, может, начнете получать удовольствие. Теперь поговорим о распространенных ошибках и пунктуации. Во-первых, в эссе, в отличие от письма другу, мы не используем сокращения. Мы пишем I am not, he does not, I should not и так далее. Теперь очень важно. В английском мы не ставим запятую перед because и перед that. Запомните это, это очень распространенная ошибка в эссе. Что касается союзов but and and, мы перед ними ставим запятую только в том случае, если они разделяют два отдельных предложения, в каждом из которых есть подлежащее и сказуемое. И мы обязательно ставим запятую после вводных слов в начале предложения. Например, in my opinion, firstly, moreover, и так далее. Я очень надеюсь, что это видео вам поможет. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии внизу или по почте. Good luck, see you soon, bye bye.